Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в четверг, 8 декабря. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я. Давайте рассмотрим ключевые события в экономическом календаре на сегодня. В первую очередь, давайте отметим, что сегодня выступает председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Выступление будет в 12 и 18 часов по времени GMT. Будем внимательно следить за выступлениями, заявлениями, сделанными главой ЕЦБ. И, исходя из этого, уже будем корректировать нашу с вами позицию по европейской валюте. Напомню, что у нас сейчас с вами есть позиция по евро-доллару. На фоне предстоящих событий, которые остаются на следующей неделе, это решение ФРС поставки, плюс отчет статистика по инфляции, наша цель по евро-доллару 1,0320. Сейчас евро-доллар находится плюс-минус на тех же самых значениях, что и в начале недели, уровень 1,05. И мы с вами в течение дня видим значения 1,0450, 1,0550. Цена плюс-минус пока стоит на месте. Но возможно, что сегодня именно Кристин Лагард внесет ясность, и мы с вами уже будем корректировать, либо оставлять наш прогноз в силе. Из других важных событий в 13.30 мы с вами видим отчет из Америки. Это число первичных заявок на пособие по безработице. Отчет, который выходит каждую неделю. И здесь важно отметить, что какого-либо существенного влияния на рынок этот отчет вот именно сейчас не окажет. И я думаю, что нужно просто следить за этой динамикой, чтобы смотреть, как меняется число занятых, сколько количество новых рабочих мест будет появляться. И исходя из этого, мы с вами уже будем делать прогноз в конце месяца на начало января. СМП 500 мы с вами ставили цель на уровне 3900 долларов. Цена доходила до уровня 3915. А новых позиций по СМП 500 мы не рассматриваем. Сейчас она находится в коррекции. Доходила до уровня 3940. И есть вероятность какой-либо коррекции. Возможно, цена пойдет еще выше перед новостями следующей недели. Поэтому СМП 500 мы оставляем на текущий момент времени без позиций. Но глобально также ожидаем, что цена будет снижаться. Это будет не сразу. Мы будем с вами искать новые точки для входа. Бренд. Мы с вами поставили цель 77 долларов за баррель. Цена действительно вчера доходила в период американской сессии до этого значения. Плюс ко всему вчера еще мы с вами видели отчет статистика по запасам Америки. Запасы мы видели с вами, что сократились на 5 миллионов баррелей. И какого-либо существенного влияния на рынок эта новость не оказала. Сейчас нефть торгуется в районе 78 долларов за баррель. Мы с вами будем рассматривать дальнейшие позиции после текущей коррекции. Думаю, что у бренда есть потенциал дальнейшего снижения. Пока предлагаю по бренду после достигнутой цели сделать небольшую паузу. Из других достаточно важных инструментов давайте с вами рассмотрим золото. На текущий момент времени золото торгуется в районе 1785 долларов за унцию. И предлагаю рассмотреть позицию на покупку до уровня 1800. Золото ведет себя достаточно устойчиво и показывает восходящую динамику роста. Думаю, что мы сможем достигнуть этой цели 1800 в рамках текущей недели. И предлагаю обратить внимание на валютную пару доллар-японская иена. Доллар-японская иена находится достаточно длительное время уже в снижении. Некоторое время находилось в коррекции. И на мой взгляд, что коррекция по доллару японской иене сейчас заканчивается. И валютная пара будет продолжать снижение. Текущее значение 136,70. Цель 134. Весьма вероятно, что на фоне предстоящих событий, которые состоятся на следующей неделе, доллар-японская иена перейдет в более быстрый нисходящий тренд. И мы с вами сможем в этом также поучаствовать. Из событий, которые у нас с вами состояли вчера, это события по Канаде. Канадский центральный банк повысил процентную ставку на 50 байзных пунктов. Мы с вами обсуждали, что канадский банк оказывает сильное влияние на канадскую валюту. И действительно, после повышения ставки на 50 байзных пунктов, мы увидели с вами снижение более чем на 100 пунктов. На текущий момент времени, могу сказать вам, что мы с вами также обсуждали, что текущее снижение будет временным. И, как мы с вами видели, в период американской сессии рынок очень быстро восстановился. На текущий момент времени по канадскому доллару также находимся без позиций. Это были все ключевые события на сегодняшний день. Всем желаю успешной торговли и всего наилучшего.